Парковки, 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 а места все равно, конечно, не хватает. Главстрой красавчики. Парнаси, да, очень нравится. Хорошее расположение. Ну, если честно, нету. Послушайте, вопрос. Здесь два лифта пассажирские, грузопассажирские. Хватает с утра в час спи, когда все едут, или очень долго ждете? Главстрой качественную, очень. А если все такое же, для чего вы ее купили еще раз здесь? Я вот не могу понять. Как с ними разговаривать, и как с ними ссориться? Я уже не знаю, я и ходил, и ругался, ну а кто толк? Променад. Блин, ну сюда реально страшно спускаться. Дворы для машин. Довольно, парковочных мест только очень мало. Это саморазрушающая стяжка тут. Это вот то, что вы сказали, да. Это как или... Пыль в глаза пускают. Друзья, добрый день, меня зовут Андрей Артемов. Мы с вами снова находимся в 21 квартале от известного питерского застройщика. Одно дело, качественно построить и сдать дома. Второе дело, это качественно их обслуживать. Давайте посмотрим и послушаем, на что сетуют жильцы одного из недавно сданных домов. Здравствуйте, меня зовут Роман. Я житель дома по улице Шишкино, 303, корпус 1. Как комплекс называется? Северная долина, 21 квартал. Вот, Ален, смотри, вскрыли выключатель. Вот смотри, что тут. Ни изоленты, ничего, какая-то пленка, просто пленка. Скрутка и пленка. Вот он провод. Продолжается. На уровне прям все. Очень не рады качеством работ компании Главстроя. Сейчас я проведу вас и со всем познакомлю. Дорога длинная. И вот сейчас пока сюда шел, к жильцам видел, как таксист разогнулся и прекрасно мчался. Вот на что сетуют жители. Вот находится детская площадка. Обратите внимание, здесь разделяет детскую площадку, отделяет от проезжей части всего лишь подстриженный красиво газон. Ну и понятно, что, не дай бог, вылетит мячик или еще что-то, то дети могут выбежать и, не дай бог, случится счастье. Понятно, здесь нужно было хотя бы вот этот убогий маленький поставить заборчик, но как-то обозначить. Либо, соответственно, класть лежачий полицейский, ставить знаки для того, чтобы видели и притормаживали водители. Подвал это сразу вот этот, да? Да, вот сейчас спустимся, там будет окошечко. Просто его все закрыли. И вот здесь у вас, говорите, сколько? Две недели, да, фекалями было залито? Две недели, вот, был запах, не здесь, а именно в подвале. А, в самом подвале. Да, больше, чем неделя. Нет, это было две-три недели. А, да, две-три недели, да. Ну, слушайте, во-первых, смотрите, здесь, ну, во-первых, здесь влага была, это раз. Во-вторых, вот эта низкая точка, куда должна уходить влага, вот она, видно, что здесь есть, и здесь все загрязнено. Это, конечно, неправильно. Я вообще не понимаю, откуда-то это выходит или нет. Но здесь находиться неприятно. Здесь запах тухлятины. Можем заглянуть в окно. О-о-о-о! Слушайте, да, вот на камеру немножко видно, это как прямо из фильма ужасов. Здесь видно, что просто все... А посветить, если не будет? Не-не-не, а то лучше не будет, к сожалению, да. То есть вот так хотя бы немножко видно, и здесь... Скинете, да? Да, видео. Будет вставка видео, где снимали жильцы. До новых встреч. И вот видно, что остались лужи в подвале, но конечно это неправильно, так не должно быть. А, ну так это нормально, здесь по всему дому, здесь на фасаде, то есть вот таких мест, ну, большое количество. При этом даже если вот наверх посмотреть, да, где устройство идет, вот это, так назовем ее, кровля, то есть они сделали отверстие, но это, наверное, даже лучше дыркой назвать, и не смогли его аккуратно заделать. Ну, то есть реально, ну, здесь чуть меньше, здесь больше, вот везде так. Вот зато, видите, современные продухи поставили, а здесь гидроизоляцию до конца не доделали, то есть можно было в принципе не делать, там вообще вон там щель. А ну, как есть, тут проволока торчит, остатки былой роскоши. Вот плиты можно тоже снять по балкону, так говорим. А, ну эти, виду вот эти наплывые стяжки, слушайте, да, шедевральные, я бы сказал бы. Главное, чтобы наглую никому не сводилось когда-нибудь. Камеры не работают. А, то есть вообще не работают? Заходи, кто хочет, внеси что? Да, домофон тоже. Смотрите, это уплотнитель. Это уплотнитель, да. Это, знаете, он такой этот продается в фикс-прайсе, такой самый бесплатный, дешевый, который можно поставить. Ну, это такие вещи, которые мы уже даже не замечаем. И это все, я не знаю, как-то ввели в эксплуатацию, то есть этот дом уже изначально... Ну, здесь, похоже, что-то взорвалось у них. Табличка, а тут... Вот. То есть вот здесь, если происходит ЧП возгорания, сюда должны зайти люди и спрятаться. Ну, тут, во-первых, видим, что зачем-то дополнительно наклеили уплотнитель. Вы когда квартиру получили здесь, в этом доме? В конце января этого года. В конце января этого года, понятно. Стеклопакет. Это, типа, чтобы выйти, связь. Я помню, проверял, там никто не отвечал. Ну, здесь еще более-менее, потому что я помню то, что я видел, там вообще жесть была. Вот это. При этом мне непонятно, для чего вот эта магнитка. Да, слушаю. Здравствуйте, а куда я позвонил? Подскажите, пожалуйста. В диспетчерскую. В диспетчерскую? Меня слышно хорошо? Да. Хорошо. Благодарю, проверка связи, отбой. Сейчас мы с вами куда? На последний этаж, да? О, добро пожаловать домой, красавцы. Я вот всегда в видео говорю, что вот надо вот так делать. Но здесь, видите, конечно, надо вот это еще убирать, потому что вот эти печатные станки, они просто все лифты замучивают. Смотрю, веселые люди, ребенку этот без зубов прорисовали здесь тоже, не знаю, дети это взрослые или строители, просто. Слушайте, ну, едет, я скажу, что он так. Да? Это еще скрежет они. Это еще скрежет они. Его штормит, то есть так не должно до пофтовую звонить. Периодически они вообще не работают. Тринадцатый этаж, цифры, ну, вот они, ну, тут, да, тут искусно это все сделали, как смогли, чтобы не помять уголок, вот они тут кусок стенки рубанули. Тут тут затирки не хватило. Это новый способ крепления порожка, это надо не вовнутрь туда сверлить, а вот они просто положили. Ну, ведь, слушайте, отсюда прекрасный частный сектор, лэп, ой-ой-ой, как вы это смело, надо вначале потрогать. Трубы. Ну, тут, да, тут вот, то есть они прикрепили, сюда намазали, то есть они не могли ровно прикрепить, ну, сделать заподлицо. Да, вот я согласен с вами, такие нюансы, за это все платишь, а в итоге, когда в дальнее, вот, вот смотрите, вот это, подожди, это же, а, это еще не сдали, да, не паркинг, не сдали. Ну, тогда ладно, не буду говорить, что на крыше куча мусора, это они должны убрать. Вот, это еще прибрались парады, как бы, все, вот, на лицо. Управляющая компания вообще бездействует. Управляющая компания у нас главстрой. От застройщика. От застройщика, да. Она вообще бездействует, то есть заявки им отправляешь через личный кабинет, или же эти заявки, они отклоняют, или же делают отметку, что устранили. Вот, когда у нас, получается, 2-3 недели назад нас топило, был запах канализации в квартирах. Оставляли заявки, все бесполезно. Уже вот 2 дня назад начали бить в колокола, спустились в подвал, сняли видео, начали во всей станции писать. Только сегодня вот приехали, вчера приехали, откачали, сегодня якобы поставили насосы для откачки воды. Пыль в глаза пускают одним словом. Поэтому очень все печально. Но тоже, например, да, вот провод сверху провели, это интернет-кабель. То есть у застройщика не было в проекте того, чтобы уже было это нормально сделано под землей, в домах, то есть чтобы вот этого уродства не было, как обычно это в центре города, потому что там изначально в проектах вообще даже интернет никогда не существовало, было печенье отопление. Также по приборам общего учета отопления они не работают уже с января месяца. То есть мы платим по... А, то есть вы платите за отопление, то есть... А платите кому? Ресурснику или напрямую управляющей компанией? Управляющей компанией. А, ну так это им выгодно. Вы платите по нормативу, а они платят ресурснику по счетчику. И счетчики установлены, но якобы они не введены в эксплуатацию. Не введены в эксплуатацию, они не связаны, допустим, квартира и с прибором учета. И вам нужно прокуратуру коллективно написать заявление. Да, конечно. Где до этого жили, расскажите? А до этого на Заречный 41, вот в соседнем. А, ну в соседнем, да. Точно такая же. Вы там арендовали? Аренда, да. А, и решили здесь остаться. Ну вот тоже, да, вот смотрите, вот это открыто, но я считаю, так не должно быть. Зач, почему должно открыто оборудовать, сюда могут, там дети залились, так что угодно случится. Там такая же, на Заречном 41, там такая же. А если все такое же, для чего вы ее купили еще раз здесь, я вот не могу понять. Во-первых, по финансам. Сколько стоила квартира? Двушка 6100. 50, 6150. Ну за 6, прям сейчас вам 10 объектов назову, намного лучше по качеству. С дачи когда? Со сдачей, да. Вот, нам было важно сдача, срок сдачи, приближенность к метро и, естественно, развязку. Ну метро, конечно, не будет, да, вот это, конечно, здесь плюс. Ну тут вот до метро сколько идти? Вот. Так, подождите. Вот он, все. Так, дайте я. До 9-го едет. Подождите, а что такое? Ну вот так вот. Это нормально, это стабильно для лифтов. Тут. О, да. Все. То есть вы жали наверх и он просто... Он все, у него бывает вот так вот, замыкает панели или что-то и не нажимает. Здравствуйте, какой страшный лифт. Ну страшная музыка, так еще похорону бы включили бы и все. Еще не скрипит. А вы здесь, ребят, ремонт делаете или купили квартиры? Купили, живете. Если это можно назвать жизнью, да? Ну, хотя бы что-то. Типа свое, да? Да. 30 лет еще ипотеку, да, платить? Как впечатление. А почему здесь купили-то? Вот я не понимаю. Вот тоже человек все показывает. Я блогер, меня Андрей зовут. Показывает все, я не понимаю. Как вы здесь покупаете квартиру? За 6 миллионов? Огромное количество денег. За сколько? За 3,5. А, за 3,5. А, это вы-то еще покупали года два назад? Да. А вы еще успели. Ну, даже за 3,5, там два года назад был тоже большой выбор. Нет, просто я говорю, мы относительно того, что ближайшее к метро было и срок сдачи. Ну, естественно, тут мега, развязка, накат. Просто можно было на комедии покупать. Там метро дальше. Там метро дальше. Там только на маршрутке около 30 минут, наверное. 40. Да. Так, 25 этаж. Здесь супер, да? Это в личке, которая стоит. А зачем? О, господи, тут страх-то какой. Слушайте, очень высоко, очень страшно. Ну, вот тоже, да, бедные люди. Вот частный сектор, я помню, тогда снимал, тоже смотрел. Тут домов настроили, у них был частный сектор, потом построили опромку. Кат до этого построили, теперь все застроили домами. А, ну, да, высокий уровень культуры, да. Тоже не так. О, господи. Ну, тут уже, видно, дети полазили. Так, сейчас наверх, да, самый поднимемся? Да, вот этот двор уже, это уже, наверное, на протяжении, я не знаю, что мы заехали сюда. Ну, вот, то есть, бизнес-то и полно, на новейшей компании. Это, писали сюда, что ли? Ну, никак бы, это писали, конечно. Ну, туда, то, что застройщик делал не покупал, тут лестничный марш просто укротский. О, господи. Это вот то, что вы сказали, да. Это как или... О, господи. Все, вот, я даже, когда покупали квартиру, получали, вот это, все, ничего не поменялось. Слушайте, я хочу куда-нибудь в химчистку полностью, вот, химчиститься. Это саморазрушающая стяжка. Вот тут мужик остался от кого-то. Вот эти парадные, вот эти, прям, тут парадные, сквозные, что хорошо. Когда лифт эти сломан, можно их согнеться, да. Они прям сквозные. Ну, это, я не знаю, это вот со сдачей было так или нет. Слушайте, ну, здесь такое, знаете, ощущение, что на корабль попал высота, наверное, 2 метра всего. А вот встаньте, пройдите вперед, пожалуйста, чтобы просто было видно. Ну, вот, да, то есть очень низкий потолок. Ну, вот, красили, да, плохо укрыли, рукава. Рукава есть, ничего себе. Да. Но если бы, кстати, вот это все бы отмыли, то смотрелось бы еще даже ничего так. Потому что есть, ну, там, одни из дешевых звонков, есть нумерация квартир, двери такие. Вроде, с виду ничего. Ну, люди меняют, понимаете, они очень довольны видно качеством. Просто углостроя в качестве очень печальное. То есть углостроя печальное качество, да? Да, и вопрос к этим серборамам, техническим надзорам, куда они смотрят во время строительства. Строительство, конечно. Не знаю, ну, точно не надо. Точно не надо. И как они вообще в эксплуатации... О, а здесь, смотрите, тоже цифры прикольные. Это он был, наверное, это... Одна бригада цифру 2 висела, а вторую цифру 5. Просто как они в эксплуатацию это все сдавали, очень такой интересный вопрос. Так, здесь, ну, смотрите, да, здесь то же самое с вентиляцией. Аналогичная ситуация. Тут немножко... А, тут просто, да, они, видно, крепили и бетон отвалился. Вот, может, здесь тоже наверх приезжаться. Шахту лифта. Слушайте, ну, это трындец какой-то. Так точно не должно быть, просто там бетона нет. То ли это закладная, то ли... А, это они похожи, так как выгрызли на бетон, ощущение, что это они уже потом все выбивали. Так, что это у вас? Это и вид с балкона. А, ну вот, полчаса, вот это у нас направляющие, это балкон как разограждающая конструкция. Велотерм, да, бетон, тут, ну, конечно, гидроизоляция просто нет. Вот он идет, герметизация шва. Да, да, и просто... И просто, да, дарматура голая. Но они, похоже, да, повыливали, потом видно, просто они похожи отбойниками, тут отдал бы, чтобы это все встало. Послушайте, вопрос, здесь два лифта, пассажирские, грузопассажирские. Хватает с утра в час спи, когда все едут, или очень долго ждете? Ну, как бы, хватает, все, но если он сломался, то все. Ну, пешком, наверх и вниз. Это у нас пассажирский. Ну, кстати, здесь они, видите, молодцы, что сделали. То есть, когда заходишь в лифт, получается вот так. То есть, вот сейчас мужчины заходили длинномерным предметом, и он удобно. Потому что если бы лифт был вот так, просто бы всю стенку бы поубивали, потому что он здесь не складывается. Маскет не сидит на саморез, прям паршивец, мог обшивку же повредить. Камера не работает. Прекрасная девочка. Только похвалил застройщика, а потом приглядываюсь. А это провайдер интернета, Енева. А питерский провайдер, это вот он сделал красоту, но ее уже... О, нифига, аж уши закладывает. Офигеть. Ну, тут высоко, конечно. Сколько? 27 же, да? 25. 25 в этом. Понятно. Так, это первый этаж. Ну, вот стенка смотрится прикольно. На ней селфи можно делать, так ничего. Ну, вот здесь я смотрю, вообще плитки нет. По-нормальному управляющей компанией, когда принимал, должны были уже давно, в принципе, по гарантии сделать все в январе сдали. У нас открыто, просто я смотрю дверь нараспашку. Это выход на... Куда? Во двор? Сверей, скверей. А, сверей, извините. О, хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. А, слушайте, да, да. Вот, раз, два. Крышки отсутствуют. Здесь тоже ничего нет. Ну, тут, видите, они плохо закрыли, и все, соответственно, в этой... Вместо стекла. Вместо стекла, да, здесь просто... Ой, как оно, Нью-Йорк стекло, блин. Поликарбонат. Поликарбонат, да-да-да-да. Сюда идем? Да, можно сюда. С плиткой тоже все понятно. Но плитку, кстати, могли повредить и когда там цемент таскали. Могли, но... Подождите, здесь же квартиры с ремонтом и сдают? Нет. А, без ремонта, да. Ну, вот наше благоустройство. Ну, не кошеная трава, причем она так давно не кошеная, тут, ну, больше месяца, мне кажется. Ну, это, да, что-то еще, я понимаю, это еще застройщик делал. Он здесь тоже выедено. То есть он на плыву тоже, ну, как-то это все. Так себе. Я говорю, это что-то прибрали. Ящики перебутаны местами. То есть здесь ящики должны быть в той парадной, в той парадной здесь должны быть. Почтовые ящики. То есть вы ходите к соседям, мы за корреспонденцией, они к вам. Но это сближает. Это сближает. На вопрос было встроено, сказали, что все по проекту. Все по проекту. Ну, тогда вопрос, кто у них делает проект. А дорого платите за коммуналку? Очень много. Сколько? У вас сколько комнат? Одна, две, три? Две комнаты. Две? Да. Зимой, наверное, в районе 6-7 тысяч рублей выходит отопление. Все вместе? Электричество все? 6-7 тысяч. Это в лучшем случае бывает 8. Как-то 10 даже платим. Ну, смотря с кем, как бы не скажу, что это дорого. По городу. Там дешевле? Нет, то же самое. Тут за тепло, а не просто бешеный день. Сколько за тепло получается с этой суммы? Я сейчас даже не скажу. Там тысяча, две, три. Да там А4,5 было. А, А4,5? Да, что за тепло? Не, ну если 6 тысяч общий платеж, то если 5 за тепло, то тысяча все остальное? Да. Ну, конечно, вот здесь тоже вот эти трубы. Ну, блин, такой колхоз хотя бы там, не знаю, коробом бы зашили. Елки-палки. Делали-делали, а тут перестали. Ну, а там просто не заштукатурить, там никак. Трубы-то уже стоят. Демонстрация работы. Жесть. Ну, ребенок отсюда, да, может не выйти реально. Просто замазали. Ну, здесь, да, здесь, вот здесь, там землей замазали похуже. Но двери здесь уже тоже, вон, они все же ржавые. А здесь они пену штукатурят, я уже, да, обращал на это внимание, поэтому вот это, оно на пене не держится просто. Тут надо было хотя бы какой-то нащельник ставить. О, слушайте, а так нагрелся, офигеть. Слушайте, это козырек, они такое ощущение, что делали, просто оставили, и так пойдет. Ну, вот здесь снова, да, видно, открытая арматура, что не по нормативу. Здесь никаких заглушек нет, но это же ладно, мелочи. Здесь вот проволока, вот, вот проволока торчит. Причем непонятно, то ли у них здесь электричество было, временка натянута, то ли что-то они там хотели сделать, завязать, конечно же, скачу. Ох ты! Слушайте, а это обычный четырехжильный силовой кабель. Здесь освещение должно было, слушайте, ну это на самом деле тут фиг знает. Как бы неприятная такая штука, я не знаю, надеюсь, что не под напряжением, но трогать, честно говоря, не хочется. Но вот это, конечно, тоже, вот эти площадки оградили этими щитами, чтобы звук не распространялся. Ну, такое ощущение, что, знаете, это вот, ну, как бы, детей в тюрьму посадили, то есть как-то закрыли. Как-то, ну, вообще, по мне, как-то несуразно. Вот я вот, кроме этого комплекса, вот такой фигни больше нигде не видел. Здесь дома, площадки закрывают, но там, когда там железка идет, там, или еще что-то. Ну, качество домов, да, я еще когда снимал видео тогда тоже. Ну, вот, в принципе, здесь все то же самое. То есть я не вижу, чтобы что-то там изменилось, или лучше стало. Ну, а не удивлюсь, что стало хуже. То есть вы, конечно, когда я понимаю, жили сюда, здесь приобрели, надеялись на лучшее качество, чем там. Просто непонятно, куда главстрой смотрит, как они там себя охарактеризовывают, что они там такие хорошие. Ну, мне кажется, что за рабочими у них контроль полностью отсутствует. Монолитная плита, и там в углу прям, когда ветер гуляет, особенно зимой, это было прям... Квартиру задувает, да? Офигеть. То есть я там уже все пропенивал. Это где, где я состык с балконом? Нет, вот прям вот полностью вот. А вот это, да? Да, у меня, грубо говоря, квартира. Ну, там никакого балкона, ничего нету, там прям по прямой в углу. Угу. Вот и прям сквозит. Люди есть, у кого прям с розеток сквозило, ветер дул. Что с управляющей компанией? Довольны ли вы качеством обслуживания? За что вы платите деньги с вами? Качеством управляющей компании очень недовольны. Все заявки, которые мы оставляем, они отмечают или же как выполнены, или же вообще их удаляют. Уборку они осуществляют только после того, как мы оставим заявки. То есть 2, 3, 4, 5 заявок собралось, и они приходят мыть. То есть их надо пинать. Вы, получается, до этого, как я правильно понял, арендовали квартиру в этом же комплексе. И, видя все это, почему-то снова решили здесь купить. На что вы надеялись, Роман? Надеялись на качество, на лучшее. Как и все остальные жители этого дома, надеялись на что-то лучшее. Но получилось, как всегда, даже еще хуже. То есть главстроя, качество, мне кажется, с каждым домом все хуже и хуже. Ну, прежде чем покупать, я бы порекомендовал бы все досконально изучить. И только после этого... На что обращать внимание нужно при покупке? На качество выполненных работ. Прежде всего, это мопы и коммуникации. Хотя бы уже какие дома сданы, хотя бы прийти и посмотреть их. С людьми стоит вообще общаться или нет, которые уже живут в этих домах? Как вы считаете? Да, я думаю, можно пообщаться. А в интернете про вот этот комплекс есть честные, объективные отзывы от жильцов? Ну, если честно, нету. То ли их удаляют, то ли еще что-то, непонятно. То ли у застройщика отличный маркетинг. Может быть, да. Вот нас затопил подвал, я выложил туда. Не знаю, посмотрим. И то в комментариях я выложил. Предложил как новость, не опубликовали ее. Как оцениваете качество с данной квартиры? Вам застройщик вообще с первого раза ее приняли или нет? Пришлось как бы побегать. Не то что побегать, заставить застройщика устранить замечания, чтобы принять с первого раза. Какие замечания были? Существенные? Существенный проем монолитный. У него внизу он был вертикальный по уровню. А внизу на 4-5 см был завал вот так. Он шел ровно и потом шел завално. Да, также стояки отопления, они не вертикально шли, а относительно друг друга дугой. Это все нормально. Также, когда я делал проводку, менял всю проводку в квартире, обнаружили, видимо, когда делали, не хватило провода метра, а не на скрутку и простым целлофаном. Фотографии тоже есть, я могу показать. Подождите, на скрутку и целлофаном? С целлофаном, да. С обычным пакетом? Пакетом. Даже без изоленты? Без изоленты. С окнами, но я думаю, это у каждого застройщика проблем. Продувание, я понимаю, это построение фурнитурии? Да, 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 да. Ну, до сих пор, я скажу, вот эти вот царапины на рамах до сих пор идут и устраняют. То есть, никому ничего не нужно. Также с электрикой, когда заехали, не заехали, а покупали квартиру, в одной половине квартиры отсутствовала земля. Да, да, то есть счетчики присутствуют на батареях, на радиаторах, а данные они не передают в управляющую компанию. В январе дом как сдался, до сих пор ничего не введено. Управляющая компания как? У них сидят диспетчера. Все, они только заявки принимают. Есть администратор, у администратора получается в будние дни там с 11 до 3 приемные дни. И то не все там понедельник или вторник или среда, там какие-то определенные дни. То бишь элементарно даже туда не попасть, если ты работаешь в будние дни. А так звонишь диспетчеру, они говорят, еще не введено все. А так уже с 6 утра уже тут работают во всех. То есть слышно, да? Слышно, да, на работу иду, очень все слышно. Вообще довольны здесь жизнью, вообще не в целом, в комплексе, а вообще в Парнасе нравится вам? В Парнасе, да, очень нравится, хорошее расположение, красивый закат у нас здесь. Красивый закат, где частный сектор? Да, вот на ту сторону очень красиво. А так очень всем довольны, кроме качества построенного жилья. Здесь есть рестораны, кафе. А, и рестораны, и кафе есть? Да, ну вот тут вот недалеко. Также есть торговый центр мега. Деревья еще посмотрим, приживутся они или нет. Березки-то такие тусенькие. А так довольно, парковочных мест только очень мало. Ну вот дом, рядом стройка, вот это, друзья, блезлая березка. И здесь, как сделали, знаете, вот так идешь, прогуливаешься, здесь такой прикольный, такая березовая роща, можно сказать так. Ну, верхушки почему-то чахлые. Напомню, на конструктив здания 5 лет гарантии, на инженерные системы 3 и на зеленое насаждение 2 года. Пишите, обращайтесь непосредственно прямо к застройщику. Да совершенно как-то спонтанно, вот в один прекрасный день, ну, решили купить квартиру. Вы зашли к застройщику или у вас там риэлтор за руку притащил? Нет, мы к риэлтору обращались, риэлтор, получается, нас информировал, все рассказывал, ну и восстановились на Парнасе. На Парнасе почему? Потому что тут, можно сказать, шаговая доступность от метро, мега, торговый центр рядом и развязка на кат. То есть и срок сдачи был, то есть нам пришлось всего один год ждать. Вот если время назад от Мататик приобрели бы здесь еще раз эту квартиру или нет? Наверное, нет. Если бы был бы, как вам сказать-то, конкурент какой-нибудь по цене, то может быть и качество лучше, то может быть и... То есть если бы вам предложили объекты, где вы увидели бы выше качество, вы бы выбрали бы его? Ну да, конечно. И чтобы доступность к метро была ближайшей, ну и следите за качеством работы. А управляющая компания, она должна работать, а не принимать заявки и не бездействовать. Управляющая компания бездействует, просто бездействует. Во-первых, ее просто не отрабатывают, во-вторых, вот то, что у нас по лифтам, все время пишем заявки, но это гарантия... То есть лифтам, имеется в виду, что они ломаются, и вы не можете подняться на 25 этаже? Да, да. Во-первых, они ломаются, во-вторых, вот мы ехали с вами, они трясутся, это еще они не скрипят и никакого скрежета не издают. Это вообще чинят или нет? Периодически чинят. Прежде чем выбирать, пройдите, вот даже в 303 наш дом, посмотрите, у нас вот двери домофоны не работают, они и не работали никогда. Вот пройдите и посмотрите отделку наших мопов и всего. Да, элементарно даже в любой соседний дом зайдите, да посмотрите, прежде чем что-то покупать. А у вас здесь, смотрите, гластровые красавчики. Березки любят. Ну, шашлыки нельзя в городе делать. Ну, электро, кстати, можно. Огонь нельзя, чтобы открытый был. Ну, вот это мне тоже, да, непонятно. Вот когда проектируют, нафига делать вот эти ступени, вот этот, ну, как вот сюда с коляской, там, с тяжестью поднимают? Почему не делать все в уровень земли? Ой, ладно, вот здесь, да, парковка для великов. Ставить точно не буду, потому что я, полагаю, здесь просто упрут. Я бы здесь в жизни ничего не оставил, бы даже старый самокат. Поставили лавку посидеть. Блин, ну, сделайте навес от солнца, от воды. И потом вот это, знаете, вот просто какие-то бетонные плиты, они сюда их прилепили на цемент. Здесь уже она отколотая. Ну, как-то, я не знаю, вот смотрится это, ну... Траву нужно косить, но отмечу, травка вот здесь классная, такая красивенькая. А когда после того, как покосишь, ее нужно убирать. Парковки, 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 а места все равно, конечно, не хватает. Слушайте, я вот на это, когда смотрю, просто одни дома. Здесь такое ощущение, что дом на доме, просто вот один к одному. А за забором у людей дачи. Зато, смотрите, здесь вот, кстати, очень классно вот в таких проектах, в таких муравейниках, делать, открывать бизнес. Продуктовые магазины, там алкоголь. У тебя постоянно будут клиенты и в большом количестве. Там в одном видео, значит, связали на этот, на веревочку просто, а здесь вот на железку. Надежней. Надежней. И вот здесь такая тропинка прикольная. Я тогда еще когда снимал, где-то вот там крайние дома, что вот здесь просто строители, они туда-сюда ходят такими толпами. И паркинг, да, это монолитная бетонная конструкция, и просто ее обшили профнастилом в виде кирпича. То есть, далеко смотришь, вроде что-то такое прикольное, на самом деле так себе. И, кстати, ну-ка, давайте посмотрим, что у нас здесь. Блин, ну сюда реально страшно спускаться. А здесь все в воде. Здесь просто все в воде плавает. Сюда даже не зайти. Здесь надо резиновые сапоги здесь оставлять. Стрела башенного крана, получается, прямо на паркинг заходит. Я не знаю, это вообще вот кто так согласовывает. А не дай бог что-то, она прямо сюда и упадет. Здесь дорога такая классная, смотрю, у вас здесь строительные такие убогие заборы, здесь забор в грязище всего, такой строительный променад. Да, все в башенных кранах, стройка, прямо все во дворе. Вот как-то, я не знаю, как-то неразумно, почему не сделать сектор, сдать и строить хотя бы там через метров сто, чтобы людям как-то комфортно было. Вот, кстати, вот с этим что, вот я вот смотрю, ну, по мне вот как-то это вот большая дурость, вот это сделать. Да, может быть, они это хотели подкосить по центру Питера исторически, но это дурость, потому что вот здесь машины припаркованы, они ездят вот сюда, заезжают, и вот видно уже все провалено. То есть вот лужи здесь. Дальше пройдем там. Там еще лучше будет красивее. Ну, вот я, кстати, вот где-то вот, а, я вот здесь снимал, и как раз вот говорил про вот это, что вот это, ну, это жесть. Здесь по-нормальному должен быть взять застройщик и просто заасфальтировать все по уму-то, потому что вот эту какую-то херсть сделали, другого слова нет. А вот как раз эта веревочка, друзья, смотрите, чтобы ворота не открывались. Ну, а вот такую синтетическую веревочку все привязали. Вечером здесь опасно гулять? Да нет. Нормально, да? Раз, два, два, посередине труба. Да, вот этот двор как раз, я помню, да, вот здесь именно снимал. Ну что, деревья, смотрите, подросли, большие. Красота. Дети гуляют. Это чтобы на велосипеде не приехали. Коммерция везде есть. Пивка попить, цветов купить. В аптеку зайти. Да, с парковкой, конечно, здесь видно жестко, то есть уже вот в два ряда напаркованы. И, конечно, да, здесь, наверное, с утра со двора будешь сейчас выезжать. Да, долго выезжаешь. Это сейчас вот получается, где? Вот здесь вот кирпич поставили. Здесь можно вот здесь заезжать, а оттуда выезжать. А до этого кирпича не было, там вообще просто хаос происходил. Слушайте, а куда делись вот эти надписи, я помню, везде шел там отдых, отдых, отдых. Жена на час, жена на полчаса. Все, видимо, на отдыхали. Или денег нет. Денег нет у людей. Поубирали эти надписи. Провалился асфальт. Слушайте, а как здесь с коляской подниматься? По ступеням так же, да? А, так он не работает, я уже смотрел. Тут закрыто все. А, тут надо это, ключ иметь. Так, это у нас Северная долина, 41, строение 1. Слушайте, ну коврик, кстати, классный, да. То есть приямок не сделали. Полгода вот это, я уже поправлял, но естественно, у кого-то руки длинные, то есть, ну, этим никто не занимает. Так же есть водой, по оплате, по... Я с ними ругался, сколько месяца, тринерно я им звонил, по поводу счетчиков. В том году были месяца, если не память не изменяет, это февраль и март. Февраль был теплый, март холодный. Вот они за теплый месяц приставили в два раза больше, чем за холодный. Я и ходил, и ругался, ну, а кто-то от них... Перерасчет не сделали? Нет, ничего не сделали. Зато сейчас был и перерасчет, когда счетчики поменял на водность. Но не на тепло. Заходим. Сколько вот этого тоже? Вот это. Может продолжать. Это уже было поправлено тоже. Естественно, они должны что-то смотреть, да? Вот это. Вообще интересно. Ну, табличка же есть. Ну, какая? Зоня для нас у меня табличка есть, да, я не спорю. О, здесь, в смысле... О, вот это правильно. Вот здесь люди хранят свою технику двухколесную. Ну, здесь, кстати, лучше, даже, чем я, когда снимал в сданном доме, только сданном. Здесь даже при этом находиться, чем там. Не факт, что вся эта система работает, ну, согласен, да. Потому что расплылит коробка открыта, открыта кем-то. То есть, обычный человек, когда не подвесить, зачем ему? В смысле? Значит, что-то проверяли. Естественно, ну, после проверки не закрыли. Дальше. Илими-ми, вот, элементарно. Вот, вот это вот. Идет трещина, да? Да, да. Это как вообще понимать? Ну, такая нормальная трещинка. Но это не бетон, это стяжка. Здесь я закрыл, здесь это никто не трогает. Можно дальше трогать. Стяжка, так сказать, я не спорю, от чего стяжка работает? Ну, не согласны, здесь... Качественная стяжка, что-то сказать. Ну, не спорю, да. Согласны, вот здесь вот дом на порядок лучше, чем... Ну, там посветлее как-то и света больше. Мне там даже больше нравится, чем здесь. Вот, вот этот доводчик, вот этот доводчик. Стоял на той двери. Объясняю, почему. Начали заловаться кустать, потому что дверь хлопает. Угу. Все, они поменяли их местами. Все. Теперь хлопает здесь, а там... Слушайте, вот сейчас... Вы чувствовали, вибрация по полу идет, когда он хлопает? Вот этот хлопает, и чувствуешь, как вибрация по полу идет. Снимаем за доводчик, работу за доводчик. Как бы, как они должны работать? Должны оставаться на месте, правильно? Естественно. Здесь что они закрепили? Ничего не закрепили. Так, да. Что это такое? Это работа. Ну, не отвалился же еще. Ну, еще. Причем, слово еще есть более. На любой этап можно подняться. На любой. То есть, это, ну... За студию я общался с человеком, он заплатил 10 тысяч в месяц. Я говорю, как так? Он говорит, я не знаю. Я с соседями еду, мы тоже ругаемся по отоплению. Особенно по отоплению, потому что бешеные ценники какие-то. Безумие просто. Вот эта вот уборка, да, даже элементарно, вот эту уборку. Вот, уже вот это вот пятно проходит здесь месяц. Пятно вот это вот. Вот она плитка. Плитка для людей с ограниченными способностями. Вот она полна. Почему ее не поменять? Это не так сложно. Это все делается в течение часа. Доземление. Вот это вот. Нормальное доземление сделано. Вот это вот. Что это такое? Нормальное доземление делается. Полгайка. У вас здесь, кстати, еще подъезд нормальный, потому что в первых домах там можно заблудиться. Здесь, да, если мы парадная, я не спорю. Здесь парадная порода. Вот это сделали, что все полгода. Но я могу поспорить. Это вот это, да? Да. То есть здесь керамзита нет. Так там можно это. Это сто процентов. То, что он ее просто выложил, без всякой сетки армирующей. Потому что для того... Но это вы имеете в виду декоративный кабель под цоколю. Да, да, естественно. Все это можно посчитать. Если нужно, можем посчитать даже. Вот, элементарно, плитка, да? Вот. Сколько она здесь? Я уже не знаю. Тут вообще щель вижу. Балкон, ну, все, подлецов. Вот, если поднять голову. Десятый, одиннадцатый этаж. Вот она, пена видна. Люди изнутри пенили. И пена вылезла наружу. Самое худшее. Я думал, хуже некуда. А что у пика там худше? Пики? Элементарно. Вот они делают заливку, да, стену, все, построено. Два-четыре этажа. Топ, смотрят, ага, мы пять сантиметров залили лишнего. Берут отбойный молоток, взбивают, срезают карту полностью. Ну, вообще, отбойным молотком запрещено. Ну, все это делает. Срезают полностью карту, штукатурят, все, то есть, карты нет. Как так? В твоих домах новый ремонт. Там вообще фиаско просто. Там хуже, чем тот еще. Ну, так здесь дома только три года, а там полгода дома. В северя. В любую парадную можно пройти, хоть в ту, хоть в эту. Хоть даже в тех домах. Все то же самое. Все одинтично. Всегда нужно перед тем, как вы приняли решение, что вам нужна квартира в каких-то определенных целях, всегда обращайте внимание на сданные. Объект от застройщика, общайтесь уже с жильцами, и уже потом принимайте решение, подходит для вас этот объект, либо нет. Потому что рекламировать – это одно, картинки веселые – это совсем другое. А в жизни все совсем иначе, друзья. Ссылку на свой обзор оставлю в описании к этому видео, для того, чтобы вы могли посмотреть и оценить то, что я подробно рассказал про этот комплекс. Здесь вот то, что мы ходили с малей, ну, все аналогичная ситуация. Ну, вот ничего не изменилось. Сдали вроде недавно дом, должны сделать исправление над ошибками, улучшить проект. Но, к сожалению, как показалась сегодняшняя практика, этого нет. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА